Часто, кстати, в Библии говорится «не бойся». Кто-то даже подсчитывал, сколько раз, там, множество раз «не бойся». И я думаю, что Бог действительно в это что-то огромное вкладывает. Когда много раз в Библии что-то повторяется, на это надо внимание заострить однозначно. Книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя в деснице правды моей». Аминь. Еще раз прочту потрясающий стих из Писания. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя в деснице правды моей». Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Благодарю тебя, Господь, за все. Слава тебе, слава. Слава тебе и хвала, Господь, Боже всемогущий. Благодарю тебя, Господь, за слово твое, живое и действенное. Благодарю тебя, Господь, Боже, за это обетование. Боже всемогущий, благодарю тебя, Господь, за это пророчество из пророка Исаии, Господь, которое Исаия донес до нас, Боже, которое Духом Святым было вдохновлено и которое и ныне сегодня живет и действует, Господь, в нас верующих. Боже всемогущий, этим утром я провозглашаю это слово из книги Исаии, 41 главы, 10 стих. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Аллилуйя. Боже, благодарю тебя, Небесный Отец. Слава тебе, слава тебе и хвала, Бог Авраама, Исаака и Якова. Слава и хвала, Господь. Благословен Бог наш и благословено Царство Твое. Благословена жизнь Твоя, Отца, Сына, Святаго Духа, Ныне и всегда, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесный, Утешитель, Дух истины. Ты, который везде, везде пребываешь, И все собой наполняешь. Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны. Ты примирился во Христе со всеми нами, Не вменяя людям преступлений их. Аллилуйя, Аллилуйя. И Твое Царство, и силы, и слава, во веки аминь. Ты, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, вся слава и честь и хвала Тебе Боже всемогущий, благословен Ты Царь наш, благословен Господь Ибо так Ты возлюбил этот мир всех нас, все человечество, всю нашу истрадавшуюся планету Что отдал свою жизнь за нас, свою кровушку за нас пролил Отдал Сына Своего, Единородного Своего, Возлюбленного Своего, Первенца Своего Боже всемогущий, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную Ты не послал Сына Своего в этот мир, на нашу планету, чтобы судить нашу землю Чтобы судить нас, чтобы сделать нам хуже еще Нет, Ты пришел, чтобы сделать нам лучше Ты пришел, чтобы спасти нас Ты пришел, послал Сына Своего, Господь, действительно Божий И Слово явилось и жило с нами, полной благодати и истины, чтобы спасти нас Чтобы оправдать нас Потому что возмездие за грех смерть, а дар Божий Жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем Жизнь вечная, бесконечная, счастливая, пресчастливая Во Христе Иисусе Господе нашем Слава Тебе и хвала Боже всемогущий, благословен Ты, Господь Благодарю Тебя, Господь, сегодня за это доброе утро Когда милость Твоя, Боже, обновилась к нам Милость Твоя обновляется каждое утро Милость Твоя обновляется постоянно Но утром, когда мы просыпаемся, пробуждаемся Боже, мы наиболее восприимчивы к этому великому Твоему обновлению Мы наиболее восприимчивы, Господь, к Твоей любви Боже, и эти утренние минуты, Господь Боже Единение сейчас с Тобой Этого единства блаженного Этого любовного, Господь Боже, единства Боже, я принадлежу Тебе, возлюбленный мой А Ты принадлежишь, мой возлюбленный, мне принадлежишь Без остатка, всецело А НИ ЛЯДОДИ, ВЯДОДИ ЛИ О, спасибо Тебе, Господь Прими сегодня фимиам молитв к престолу славы О, Господь, спасибо То, что Исаия говорил тогда Не бойся, ибо Я с Тобою Не смущайся, ибо Я Бог Твой, Господь Спасибо Сегодня, Боже Мы живем, мы купаемся в этой благодати Твоей Которая даже Исаии даже и не снилась Которая лишь издали Ему виделась Как пророку Твоему О, потому что Ты не только с нами, Бог Ты не только с нами, Бог Возле нас, Бог, близко с нами, рядом Бог Но Ты в нас, сущий Бог Слава Тебе Христос в нас, упование славы Самое величайшее таинство всех таинств Христос в нас, упование славы Христос в нас Христос во мне, упование славы Христос во мне, упование славы Аллилуйя, аллилуйя И видимым знаком, таинственным таким, таинством является хлебопреломление, евхаристия, причастие, которое мы совершаем, братья и сестры, слава Богу, аллилуйя, 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 и это прекрасно. Я причастие совершаю, чаще всего это виноградный сок и хлеб, маца, мы берем в церкви на причастие, когда совершаем евхаристию, да, а, кстати, следующее воскресенье, не вот это завтрашнее воскресенье, а следующее будет уже 5 августа, да, по календарю, я приглашаю, кстати, вот тут же скажу, здесь в Киеве будет потрясающее служение, я буду проводить евхаристию в протестантской церкви, наисвятейшей святыне, я очень люблю причастие совершать. И у себя в церкви, но в гостях это еще шикарнее вообще. И онлайн вот так вот принимаете тоже причастие сейчас, возьмите себе хлебушка, возьмите себе соку, если нет ни сока, ни вина, то возьмите просто даже воды. Я иногда просто беру воды и хлеба, у меня бывало несколько раз уже причастие такое, что, ну, причастие бывало такое, что вот не было ничего под руками, но было вот рассуждение, молитва, и я понимал, сейчас вот причастие должно совершиться, и я просто наливал воды и брал вот немного рженого хлеба, у меня был вот украинский хлеб, и все. И ел, принимал, пил и благодарил Бога, и это была евхаристия. Причастие, потому что это не качество вина или хлеба, причастие это качество нашей веры, нашего рассуждения, нашего размышления. Вот, я уже об этом много рассказывал, что вот однажды мы здесь тоже жили, я сейчас возле метро Черниговской, сейчас на Киото, а то мы снимали на Малышка, в другую сторону там улицы. Вот, еще давно, в 97-м году, когда только приехали в Украину еще, в 98-м, там мы жили, вот, прям возле метро Черниговской получается, да, значит, тоже. И, и вы знаете, значит, и дети, они, ну, мы совсем в такой крохотной квартирке ютились, трое детей, вот, значит, тогда у нас было, да, трое у нас было тогда детей, вот, и такая малосемейка такая, ну, как это вот, одна комнатка только, в которой только лишь одна, вот, один диван там растелался, и мы все, и мы вдвоем, и дети. Значит, и, значит, и кухонька такая маленькая, сидячая ванна такая, ну, все, все миниатюрное такое, вот, кукольное такое, но мы там умещались, в основном днем мы были на улице, вот, потому что на ночь приходили в квартиру, чтобы там спать уже, вот, и, а здесь мы были на кухне с женой, там одному можно было, человеку на кухне находиться, но если вдвоем, ну, в тесноте, ну, вдвоем можно было на кухне находиться. Вот, вот, Хрущевка по сравнению с этой квартирой, конечно, это уже были апартаменты такие шикарные просто, вот, и, знаете, значит, и, а дети на кухню забегали, и там мы взяли пряников свежих, вот, значит, и молока, вот, и они, значит, брали, брали эти пряники и молоко, значит, и туда, значит, в комнату уносили. Ну, я решил посмотреть, значит, выглянуть, значит, что же там они там делают-то, вот, пряники молоко туда несут. Оказывается, они играют в причастие, они играли тогда в причастие, там рассадили кукол, медведей, значит, и там Настя была, как бы, ну, за пастора, что ли, она такая, руководитель. Коля был там за проповедника, ну, еще совсем, еще там, вот, значит, маленькие все были у нас, еще детки, значит, да, значит, и, значит, и младший Серафим, ну, он был, кстати, вот, в понедельник, день рождения будет, кстати, да. А Серафим наш был, наш второй сын, он был, ну, прихожанином, среди кукол и медведей сидел, вот, прихожанин. Вот, значит, и меня вот дети увидели, папа, заходи тоже, ну, с нами, причастие примешь. Я ни разу не принимал причастия в кукольной церкви, первый раз дебют такой был. И я сел, вот, среди кукол, медведей, значит, там, значит, и рядом с Симой, вот, значит, я это, честно говоря, принял вначале, ну, как игра, ну, хорошо, хорошая игра, как бы, прекрасная игра, пусть играют. Ну, знаете ли, по мере продолжения вот этого, этого действия, этой, как бы, игры, знаете ли, я пережил, сильно, очень пережил присутствие Бога, вот, и я понимал, что это не просто игра, что, не знаю, что там, куклы чувствовали, медведи, как говорится, да, но я был очень сильно потрясен внутренно, вот. Вот, и вместе с детьми я принимал это причастие, молоко и пряники. Я в первый раз в жизни, я всегда только привык, хлеб, вино, все, хлеб, вино, только красное вино, как гор, только, значит, и только хлеб, просфоро только, вот, я жил этим, как православный священнослужитель. И хотя к тому времени, в 97-м уже, ну, я уже год, уже больше года я был уже, ну, нетрадиционным священником, но еще традиции многие остались еще у меня там в разуме, в голове, вот. И я впервые в жизни вот тогда, вот так вот, очень пережил, знаете ли, в этом необычном таком причастии, присутствие Бога, очень необычное причастие, молоко и пряники. И качество нашей веры, наше размышление о теле и крови Христа, рассуждение о теле и крови Христа. Я даже дышу, просто вдыхаю, выдыхаю, я причащаюсь к Господу моему. Вот, причастие для меня, это вся моя жизнь, это хлебопреломление причастия. Вот здесь, Вадик Бессарап пишет, значит, аминь, 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 алилуйя. Вот, значит, это на Фейсбуке, а на, в трансляции на Ютубе, Алекс пишет, то есть Евхаристию может совершать не только священник. Нет, только священник, только священник. Вот, то есть человек возрожденный, значит, священник Господний, вот, значит, потому что каждый человек, принявший Иисуса Христа своим Господом Спасителем, в свое сердце принявший Спасителем, верующий в Иисуса Христа, рожденный свыше человек, он священник Божий. А первый священник у нас один, это Иисус Христос, вот, он наш патриарх, поэтому какого патриархата? Небесно-Иерусалимского, Христово-патриархата мы, по сути, все наши эти вот патриархаты, матриархаты, юрисдикции, там, баптисты, православные католики, там, киевский патриархат, московский патриархат, все это ерунда вообще. Хиротония не обязательно. Хиротония, епископское рукоположение, или священническое рукоположение, это уже служение, это рукоположение на служение, к причастию это никакого отношения не имеет абсолютно. Вот, значит, и, в общем-то, это больше административное такое рукоположение на служение определенное какое-то, вот, когда Божьим Духом, да, совершается таинство, священство. Вот, вот, таинство, священство, да, слава Богу. А Евхаристию у нас совершают все, вот, и мужчины, и женщины, старики, и дети, вот, каждый, как говорится, гомо сапиенс. Если человек разумный, если он действительно принял Христа, Иисуса, и верит в тело и кровь Христову, ну, Алекс, значит, вы просто еще не были у нас на служении никогда. Вот, просто те, кто уже бывали у нас на собраниях, или видели в записи наше собрание, те понимают, что у нас причастие для всех и вся, абсолютно. Вот, единственное, кто, значит, не принимает причастие, это те, кто не верят в Иисуса, как в настоящего Христа, Сына Бога Живаго. Если человек не верит, значит, и, ну, будем так вот, попирает кровь Иисуса и тело его, то есть, не принимает, значит, что за него была пролита кровь, это божественная, не принимает, просто присутствует, допустим, на собрании, но не верит в это и не принимает это, категорически не соглашается. Это очень редкие состояния души. Вот, такой человек, конечно, да, он не принимает, если он даже и примет причастие, это будет просто для него хлеб и вино, все. Это не будет для него тело и кровь Христа. Это будет просто как вот крещение, допустим, в воде, да, если, как Иоанн Златоуст говорил, если это без веры, то это как простое мытье. Ну, окунание, знаете, вот просто для здоровья окунулся, в Днепр пошел, окунулся, а если это с верой во Христа Иисуса, то это уже крещение уже. Вот, Вадигус Басара пишет, значит, Господь сделал нас царями и священниками Богу Всевышнему. Аминь, аминь. Царями и священниками. Так что, очень приятно, царь, очень приятно, царь, царь. Так что, и священник, и царь. Вот, и царями и священниками нас делают не рясы, не, значит, не ризы. Ну, Алекс пишет, непривычно. Ну, на самом деле непривычно, но для меня тоже было непривычно. В 97-м, я говорю, когда ломалось, вот, лед трещал мой, целый год больше. С 96-го года, когда я вышел из традиционной православной церкви, то я был еще заложником многих еще там таких суеверий религиозных, предрассудков всяких. Вот, значит, и на протяжении, там, года, полтора, там, двух, там, был процесс очень такой серьезный освобождение просто от многих таких религиозных вещей неправильных. Да, а сегодня в простоте вот совершаю Евхаристию, хлебопреломление, причастие. Вот, и самое важное таинство – это Христос в нас, упование славы. Некоторые, допустим, протестанты считают, и православные, и католики тоже, что это разовое переживание такое, принять Христа Иисуса в сердце, знаете ли, но на самом деле это таинство всей жизни. Таинство всей жизни. В истории, вроде, первые христиане все совершали, все совершали агапы, а потом это поменялось. Да, совершенно верно. Вот эти агапы и вообще домашние собрания, значит, и вот нелитургийные все собрания, будем так говорить, да, значит, они потом запрещались. Ну, я в лекциях, в семинарах по истории христианства-то подробно рассказываю. Это тогда происходило уже с четвертого столетия, когда церковь превращалась в блудницу вавилонскую из невесты Христа. О государствовании происходило церкви, значит, и приоритет уже был, если, допустим, до того в христианстве был приоритет молитвы индивидуальной, над общественной, коллективной, церковной молитвой, то после того все поменялось. Я это рисую на лекциях, как в виде айсберга. Вот айсберг, есть блистающая вершина, я один раз в жизни только видел, и то со стороны там самолета, значит, айсберги. Это потрясающее зрелище было, вот, значит, и незабываемое для меня, знаете ли, те, кто на севере живут, конечно, их не удивишь айсбергами, но для меня это было, только в кино видел, это вживую, надо же, я был, как говорится, у захватей просто. Значит, и, знаете, вот айсберг, блистающая вершина, глыба такая, огромная, целые острова такие плывут в черной воде. Это потрясающее зрелище. При ярком солнце они просто слепительны, просто ослепительна белизна такая. Но дух захватывает от того, что понимаешь, что вот эта огромная гора сейчас плывет, это лишь верхушка небольшая, на самом деле, огромная, 90% всего этого айсберга, огромная часть, невообразимо огромная, она под этой черной водой, этой темной водой. Удивительно, конечно. Вот, и я как раз вот, когда летел там в самолете, и вот у меня вот такое сразу же откровение было, понимание. Самая огромная печаль Господа, что люди не знают и недооценивают этого, кто они есть во Христе. Аминь, аминь, Вадик, аминь, брат дорогой. Очень золотые слова написал сейчас ты, золотые слова. Аллилуйя, аллилуйя, потому что это золотом написано буквально, Христовым золотом, аллилуйя. И у меня понимание, что вот действительно вот эта верхушка, это такая на людях, церковная, общественная молитва, синагогальная, как ни называй ее, то есть это то, что совершается в обществе, то, что совершается при людях. А все остальное, основная масса нашей молитвенной жизни, если мы, ну, правдочные христиане, то она, значит, вне людей, она один на один с Богом, она в темноте, как бы, значит. И, как Иисус говорил, значит, зайди в комнату твою, помолись отцу твоему, который в тайне, да, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Ну, в те времена, конечно, отдельную комнату люди не могли иметь. То есть, фактически там, ну, максимально, может быть, там даже не один процент, а полпроцента, может быть, лишь могло иметь в то время какую-то отдельную свою комнату. Это были очень богатые люди, олигархи какие-то, ну, по-нашему выражаясь, цари там. Вот. Обычные граждане, значит, 99% и 9 десятых, как говорится, не могли иметь личной комнаты в то время. Ну, такая была жизнь, суровая в то время, два тысячелетия назад. Но что имел в виду Иисус, еще это, вот, есть еврейская традиция, войти в комнату, называется, и затворить дверь. Каким образом? Это вот, вот здесь. Значит, вот у меня талис, талит, я, наверное, даже достану его все-таки. Я его здесь разложил, как украшение этого интерьера студии моей. Но достану я все-таки этот талит, чтобы показать, наглядно, чтобы показать, что это такое. У меня такой мессианский талит, это, ну, можно сказать, молитвенное покрывало мессианское, еврейское. Я и как еврей, и как мессианский служитель тоже часто талит использую. Здесь тексты из Писания. Мессианский он почему? Потому что здесь тексты и из Ветхого, и из Нового уже Завета. Брит Хадаша, Новый Договор. Здесь из Нового Завета как раз о Машиахе, уже пришедшем, о Христе Иисусе. О Машиахе Иешуа, Его Шуа, Его Спаситель, имя нашего Спасителя, Господа Иисус. Вот. И войти в дом, ну, в комнату свою, и затворить дверь твою, и помолиться Отцу твоему, который втайне. В те времена, два тысячелетия назад, это означало так вот. Люди так это понимали, по крайней мере. Войти в комнату твою, вот она, комната твоя. Закрылся, и помолись Отцу твоему, который втайне. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Омолясь, не говорите лишнего. Язычники, думаю, что в многословии своем они будут услышаны. Не уподобляйтесь им. Отец знает, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Омолитесь словами такими. Отец наш, который на небесах. Таким образом. И вот сейчас я был, продолжался эфир. Я был перед вами, вы меня могли видеть. Но я вас не видел уже. Ну, я сейчас не вижу вас, но как бы, в смысле, я закрыт от вас был. Вот, вот это, войти в комнату твою. Закрыться и помолиться. Я очень люблю покрываться талисом. Вот, талисовую вожу часто. У меня это уже, ну, в крови, будем договорить. Я, значит, знаете ли, конечно, приобщаюсь к традиции этой, но не просто для меня это традиция. Для меня это, даже не просто это возвращение к корням, семейным корням. Наши евреи и русские растеряли все фактически. В большинстве своем, к сожалению. Вот, и, знаете ли, мой отец был атеистом всю жизнь. Вот, и мама, и папа были атеистами, да. Вот, и, знаете ли, моя отцовская родня, по отцу я еврей, и отцовская моя родня, они были совершенно далеки от любой религии. И, знаете, и сегодня я скажу, что, да, растеряли, конечно, все. Было время разбрасывать камни, да, но пришло время собирать эти камни. И для меня это святая традиция. И я сочетаю, казалось бы, несочетаемое, потому что Господь, Он сочетает несочетаемое на самом деле. Он, в Нем все сочетается. И я очень Богу благодарю за все. И за масихитское мусульманское служение, которое тоже принимает участие, и мессианское иудейское служение, и за христианское классическое традиционное служение. За все Бога благодарю. Вот, ну, а главная моя ипостась, как бы, в этих многих ипостасях, это православное реформаторское служение, потому что это то, к чему Бог меня призвал. Во-первых, вот я этим и занимаюсь, это и делаю. Слава Господу. И, братья, принимаем причастие в харистию божественную, хлебопреломление, рассуждая о теле и крови Христа. И рассуждать о теле и крови Христа надо действительно, ну, в полном объеме, как говорится. Полное Евангелие есть такое выражение сейчас. Полное Евангелие. Вот должно быть, такое у нас некое полное Евангелие должно быть. Знаете, в чем оно должно быть полное? Значит, нечастичное. Еще Павел Апостол предупреждал, значит, Коринфян, что, говорит, у вас немало, говорит, болеют людей и умирают. А почему? Не рассуждают о теле и крови Христа. Не рассуждают осуждение лишь себе. Принимают лишь осуждение. Недостойно принимают. Как недостойно принимают христиане? Я об этом тоже с семинара проводил уже, служение, слава Богу. И если человек, он верит, что Иисус Христос, Спаситель и Господь, и Бог, это прекрасно. Если он верит, что кровь святая была пролита за него, в том числе не только за всех в купе, а и за него лично, это прекрасно, это восхитительно. За его грехи, его грехи прощены, вот здесь уже начинаются некоторые непонятки у верующих, у многих, я понимаю. Потому что, если христианин, он верит, что Бог простил его во Христе, и кровь его, Христа, омыла от всякого греха, да, значит, он блажен, он счастлив. Блажен, кому не вменит Господь греха. Ну, удивительно, конечно, но из-за того, что многие христиане осуетились в умствованиях своих религиозных, и омрачилось их несмысленное сердце, они понимают так, что вот за каждый грех нужно отдельно, там, чуть ли не каяться, вот, и, как я раньше-то, мыслил тоже в традиционном православии будущее. Теперь-то я знаю правду Божью, я знаю, что Бог меня совершенно простил, абсолютно, просто полностью простил, взял и простил. Две тысячи лет назад меня еще в помине не было, ну, в его помине-то был я, но ни меня, ни моих родителей не было. Две тысячи лет назад это все происходило. Не было той страны, в которой я родился, Советского Союза, не было ничего еще того, что я знаю, но уже Господь меня любил и верил в меня, и дорожил мной, и отдал свою жизнь за меня. Вот, и на кресте, обливаясь кровью, Он заплатил за меня, простил меня. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Я понимаю, что Бог меня простил полностью, даже тогда, когда я не знал этого еще, я полностью был уже прощен. Классическая исповедь как бы не нужна, не, ну, не, ну, мне нет. Вот, человек, человеку, евангельским мыслящему, библейским мыслящему, не нужна, а человеку, который на пути еще к этому, конечно же, нужна, даже, даже очень нужна. Как именно, ну, какой-то путь, вот это нужно, не нужно, это, ну, кому-то нужно, кому-то не нужно. Вот, если человек, он пришел к пониманию, действительно, евангельскому, библейскому, если он по-настоящему христианин, ему не нужно, конечно, это. Если он еще на пути ко Христу еще, да, вот, к христианству, настоящему христианству, он еще живет еще в своем христианстве, религиозном, то ему нужно, конечно. В религиозном христианстве это очень нужно даже, потому что это поддерживает человека, его хотя бы, ну, какое-то, ну, дает облегчение, Умягчение, а то иначе вообще, даже отдушина, если нет, то задохнется человек духовно просто-напросто. А то он хотя бы хоть какие-то переживания будет иметь от Бога. Принять какое-то прощение. Я помню те моменты, когда я погружался сам в религиозное болото. Я тоже ходил на исповедь, на генеральной исповеди приходил. К старцам всесоюзным батюшкам приезжал я, значит, к отцу Науму, к отцу Кириллу приезжал. Тогда 80-е годы были еще. Вот 87-88 годы. На исповеди приезжал к ним, значит, там все. К отцу Германа, потом, значит, тоже на Чеснокову, который бесовгонял там все там в Загорске тогдашнем. Тоже это 88-й год. Вот, значит, и, да, прошло 30 лет, уже больше 30 лет даже лет. Вот, и, знаете ли, для меня это было как, ну да, я приходил на исповедь, и потом, и потом уже, будучи священником особенно, погружаясь в религиозное болото, определенно такое, я, значит, не мыслил себе без исповеди, значит, ну, моего христианства. Потому что я получал и облегчение, потом, знаете, как будто лечу просто. А потом проходит время, и опять это болото засасывает. А сейчас болото уже не засасывает. Я, Бог вырвал меня из этого болота религиозного. Теперь я знаю, я прощен полностью. То, что было, то, что есть, и то, что будет даже в моей жизни, все полностью, я прощен. Абсолютно все. Абсолютно. И это Евангелие. А все остальное не Евангелие. Это, нет, остальное все это, как бы, полуевангелие или четвертушка разбавленная Евангелие философии греко-римской, там, и демагогии еврейской, там, или там, или христианской теологии, там, и прочее, прочее, прочее. Вот. Просто христианство, просто христос, просто спасение. Это вот Евангелие Иисуса Христа. Вот. И в причастие совершается таинство тела и крови Иисуса Христа. Как оно совершается, мы не знаем. Это таинство, действительно, таинство. Я в это верю, что это истинно. Это тайна. Это тайна. Вся наша жизнь это таинство. Некоторые говорят там два таинства, некоторые говорят там семь таинств. Я скажу, таинств миллионы. Миллионы. Вся наша жизнь таинства. Вся наша жизнь таинства. Спасибо, Господь. Дух истины. Ты пришел действительно и спас. Ты пришел и благоставил. И, Господь, благостави хлеб сей честным телом Христа Твоего. А то, что в чаше сей, в этом бокале, честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим святым. В этом таинстве святом. С благодарностью принимаю, Господь. Аминь. 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 Спасибо. Тело Христово приимите. Источника бессмертного вкусите. Аллилуйя. 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 Я прощен. Я исцелен. Я прощен. Даже если в моей голове еще и возникают мысли. А подлинно ли? Бог сказал. А подлинно ли? Искушения всякие бывают. Но я знаю. Я прощен. Я исцелен. Даже если какие-то симптомы болезни возникают. Даже если проблемы. Я знаю. Я исцелен. Да. Эта реальность реальна. Но есть еще более реальная реальность. Бога реальность. Она более реальная, чем наша реальная реальность. И в этой более реальной реальности я исцелен полностью, я прощен, я благоставлен всеми благоставениями небес, обогащен. Даже если за душой сейчас вот в этой реальности не гроша, последние там 10 гривен остались, я знаю, я обогащен. И Билл Гейтс нервно курит в сторонке, и все олигархи этого мира, если они без Бога, они нищеброды, а я богач, потому что Христос во мне, и Он заплатил за меня, и я обогащен всеми благоставениями небес. Спасибо тебе, Господь, Царь Вселенной. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою. Благодарю, за воскресенье твое, за победу твою. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю, о, Дух Святый, за все я благодарю, за все я благодарю. За Голгофу, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. Благодарю тебя, Отец. Хрис, Христос, брат мой, спаситель мой, Господь мой. Благодарю, о, Дух Святой. Утешитель мой, Утешитель мой, ты всегда со мной. За все я благодарю, за все я благодарю. Аллилуйя, за все мы благодарим. Аминь. За все мы благодарим. Аллилуйя, за Голгофу и за кровь. Мы тебя благодарим, Господь. Слава тебе. Аллилуйя. Спасибо, Господь, что живешь ты во мне. Спасибо за то, что живешь ты во мне. Спасибо за то, что живешь ты во мне. Иисус, спаситель мой. Я буду в радости славить тебя. Благодарить за любовь твою. За руку по путям моим веди меня. Я буду в радости славить тебя. Спасибо, Господь. И брат мой, спаситель мой. Спасибо. О, спасибо, спасибо. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры, братики и сестрички, возлюбленные. Аллилуйя. Алекс пишет, осталось родиться свыше. О, доведет ли он до родов и не даст ли родиться? Конечно. Оно здесь все. Оно все здесь. Если человек хочет родиться, не хочет. Аллилуйя. И здесь целое послание, что я еще думаю, что Господь объявил всеобщую амнистию. Аминь, брат, аминь, аминь, аминь. На все века для всех временно живущих людей. И люди либо принимают, либо отвергают ее. Да, это так, амнистия. И этим сами определяют свое будущее. Ну, так и есть в этом послании любви действительно божественном. Аллилуйя. Так оно и есть в Писании. Правда Божья в том, что Бог примирил с собой мир, весь мир, всех. Нет никого обделенных. Бог любит всех. Больше того, если, ну, я не знаю, кто может вместить, то вместите. Бог простил всех вообще. Потому что Иисус, это таинство, оно еще раскроется. Оно еще должно раскрыться. Потому что вся тварь стенает и мучается, ожидая откровения Сынов Божьей. Это таинство и даже спустя два тысячелетия еще не раскрылось. Оно раскрывается постепенно. А действительность, правда в том, что Иисус Христос, это новый Адам. Вообще. Вообще новый Адам. Я об этом у себя в церкви говорил. Там можете посмотреть служение как раз в Киевской нашей архиперскопии. И весь растительный мир стенает и мучается. И животный мир стенает и мучается. А наипаче человеческий, конечно, мир. Но самое удивительное, ответ уже есть уже. Ответ неба уже есть. Это прощение. Это исцеление. Освобождение. Тикунелам. Мы называем это на еврейском языке. Это исправление мира. Но оно уже есть. Исправитель этого мира, он уже пришел. Две тысячи лет назад. И он вновь грядет. И не в безмолвии. Аллилуйя. Благословляю вас, братья и сестрички. Дорогие друзья. Благословляю всех священническим благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева с нашей Киевской архиепископией. Реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев. Мир всем вам. Шалом. Ну и, как говорится, сам Бог верил. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Субтитры создавал DimaTorzok